Здесь, в июле 42-го, покинутые командованием Приморской армии, единым живым щитом пытались сдержать наступление врага последние защитники Севастополя. Они ожесточенно бились с фашистской сворой за каждый сантиметр родной земли, когда каждый этот сантиметр уже был обогрён кровью сотен таких же бесстрашных воинов. Силы были неравными. Город пал, но не покорился. И через 22 месяца мир облетело известие о его освобождении. В этот вечер со сцены музейного историко-мемориального комплекса «35-я береговая батарея» звучала не только строгая классическая музыка. Авторская песня, рок, металл, разнообразие жанров стало отличительной чертой программы. Большинство участников концерта в своих выступлениях отразили размышления о торжестве жизни над ужасом войны. Помним, чтобы жить. Не зря творческая программа получила именно такое название. О переосмыслении тяжёлых, но важных событий нашей истории говорили и представители властей. Мы очень часто нашу историю рассматриваем через призму побед. Когда действительно победа объединяет народ, когда мы идём к успеху, есть вот такая положительная динамика, движение. И подчас мы стыдимся наших поражений. Но иногда и в поражении бывает величайший смысл. В концерте участвовали Севастопольский симфонический оркестр, Крымский камерный хор, ансамбля «Таврия», авторы-исполнители Елена Шломина и Вячеслав Корнеев, участник боевых действий на Северном Кавказе, кавалер Ордена Мужества. Я был здесь 30 лет назад, я бывал в этих местах ещё маленьким мальчиком. И теперь я преклоняюсь перед мужеством защитников Севастополя. Непосредственно с Севастополем будет связана песня, которую я назвал «Морской пехоте». Там будут такие слова «За Севастополь, гордость русского флота, насмерть стоит морская пехота». Выступление Вячеслава Корнеева поддержала показательная группа бригады морской пехоты Черноморского флота. Зрителям продемонстрировали комплекс приёмов рукопашного боя. Кульминацией вечера стало выступление Ольги Кармухиной, заслуженная артистка России. Одну из своих самых знаменитых и пронзительных песен посвятила русской душе. И здесь, под севастопольским небом, знакомые многим строки звучали по-особому. Ведь лучшее проявление русской души – стойкость, несгибаемость, любовь к родине и готовность к самопожертвованию воплотились именно здесь, на земле города-героя, в подвиге его защитников. «Потерпи ещё чуть-чуть» После музыкальную эстафету принял Алексей Белов, соло-гитарист и автор большинства песен группы «Парк Горького». Парк Горького ещё в 80-е годы получил популярность на родине, но за рубежом у него также внушительная армия поклонников. Потому главные хиты группы на английском языке, но волнуют Алексея радости и печали русского народа. Особенно важно, по его словам, возродить братское единение славянских государств. «Отрезали и с чем остались? Они там москаляку, нагеляку, кто не прыгает. Так, а кто прыгает, он с чем остался? С Веркой Сердючкой вместо Чайковского. С кем? Вместо Достоевского и Толстого, перед которыми весь мир преклоняется». Музыкант уверен, истинные ценности всё-таки возобладают над наваждениями. Знать свои традиции, чтить историю – это и значит не забывать своего предназначения на этой земле. «Помнить, помнить, чтобы жить». «Это круче, чем салют, ребята, это настоящее». Наталья Данилова, Денис Александрович, Севинформбюро.